Всем привет! Так получилось, что последние годы я, снимая на смартфон, записывал звук всегда на петличный микрофон. Недорогой, буквально за 5-10 долларов, петличный микрофон, купленный мной в Китае. Это был проводной петличный микрофон, но для того, чтобы он работал на моем смартфоне, мне нужно было использовать специальный адаптер с USB Type-C на 3,5 мм джек. Этот адаптер недавно я продал, и этот микрофон теперь я никуда не могу подсоединить без адаптера. Поэтому было решено, что буду записывать пока что звук вот так напрямую на микрофоны своего смартфона. При этом, конечно же, будут определенные артефакты, и по последним видео вы могли заметить, что звук не всегда писался хорошо. Точнее, он писался нормально, но разные призвуки, то, что было за окном, всякий шум посторонний, все это, конечно, тоже записывалось. Поэтому было решено заказать радиопетличный микрофон, это комплект, это система целая, Fifine M9. У меня на канале вы могли видеть уже продукцию Fifine, и как вы могли заметить, если кто не помнит, не знает, качество этой продукции у меня вызывало восхищение практически во всех аспектах, куда ни ткни. Взять цену, отличная цена. Взять характеристики, отличные характеристики. Эта же система не должна стать исключением, по крайней мере, давайте сейчас ознакомимся с ней, посмотрим, что в комплекте поставки, какого все качества. Я ее погоняю, потестирую, подключаю на разные смартфоны. Это у меня сейчас один смартфон снимает, на другой буду снимать, на планшете, на ноутбуке. Попробую, как она работает с цифровыми камерами, и, собственно, сделаю свое впечатление в подробном обзоре на основном канале. Здесь же мы пока просто знакомимся. Что мне нравится? Мне нравится хорошая, красивая, из плотного картона упаковка с качественными принтами. Мне не нравится вот эта петля, но, может быть, кому-то так будет нормально. 50 метров у нас безбарьерная дистанция. То есть, понятно, что если не перекрывать ничем эту дистанцию, то это очень хорошее расстояние. Кстати, по цене они очень разнятся по цене, в зависимости от того, где вы будете покупать. Можно купить в официальном магазине на Алиэкспресс. Я сделал заказ именно оттуда. Можно купить на российских площадках, на украинских площадках. Эта система сейчас продается, в принципе, везде. До 6 часов использования, это мы тоже проверим. Есть умное шумоподавление. И также можно выключить запись звука и увидеть это с помощью индикации. Ну что ж, вот так вот выглядит упаковка. Я тестировал и микрофон FIFINE, и наушники FIFINE. И, как я уже говорил, качество всегда меня очень даже удовлетворяло. Это у нас инструкция небольшая. Она на английском. Где какие органы управления, за что они отвечают. Если кому-то интересно, или кто-то свою потерял, или купил и пришла без инструкции, вот ставьте на паузу. Переводите. И с удовольствием пользуйтесь. Тут у нас приведены сзади, на самой последней странице, характеристики. Частота, на которой передается сигнал. Битность. 16 бит, 48 кГц. Это очень хороший показатель. Частотный диапазон. Видно, что АЧХ у нас должна быть ровной. От 20 Гц до 20 кГц. Следовательно, эту систему можно использовать не только для передачи и записи звука, но и музыкальных инструментов. По крайней мере, в теории. Зарядный кейс заряжается до 2,5 часов. А приемники и передатчики по 1,5 часа от кейса. Рабочее время у передатчика, то есть самого микрофона 6 часов. У ресивера приемника 8 часов. Значит, здесь у нас есть петля на кейсе. Кейс для переноски. Очень плотный. Мне кажется, что он водонепроницаемый. Судя по тому, из какого материала это все сделано. Мне кажется, что он будет довольно износостойкий. Это такая шелковая текстура. И она, естественно, не собирает на себе каких-то отпечатков. Грязь легко будет убираться. Очень такая скользкая текстура в плане уборки тряпкой влажной. Классно. Очень грамотно они все это выполнили. Здесь логотип FIFINE нанесен вот так вот краской. Сзади ничего нет. Змейка открывается четко, без каких-либо проблем с залипаний. Очень мягкий ход змейки. Змейка односторонняя. Здесь у нас в кейсе есть верхняя часть, которая у нас имеет сеточку на небольшой резинке. Для того, чтобы использовать ее как органайзер. Первый кабель это у нас возможность распиновки с 3 на 4 пина. Обычный джек 3,5. Следующий кабель это у нас 3-пиновый джек на USB Type-C. А здесь с 3 пинов на 3 пина. Ветрозащиты тоже упакованы в отдельные зип-пакеты. Кабель Type-C брендированный FIFINE. Очень эластичный, приятный на ощупь. По длине в районе 25 сантиметров. Я думаю, что этого более чем достаточно. Кейс выглядит добротно. Таким надежным, кондовым. Что касается крышки, могу отметить, что она так выглядит, как будто бы она... Да, она как будто бы чуть-чуть перекошена. То есть она как будто больше. Вот здесь если посмотреть, то палец вот видите цепляется. То есть крышка здесь больше, чем корпус. Вот это особенно сейчас заметно. Здесь же идеально. Палец не цепляется. Здесь видите, все вровень. Здесь вровень. Здесь все вровень. А вот здесь уже крышка больше. То есть крышку вылили больше размером. Это сразу на ощупь. Я взял, я думаю, что такое. Сразу на ощупь это чувствуется. Поэтому, конечно, это минус. И это говорит о бюджетности устройства. Светодиодная индикация. Все в таком дизайне в полоску. Отдельно есть выемка, чтобы чуть удобнее было открывать крышку. Сверху логотип FIFINE. Сзади USB Type-C гнездо для зарядки самого кейса. И мы видим, что отпечатки здесь хоть и остаются, но они легко уходят. То есть вот остался отпечаток и они просто исчезают. То есть кейс не марки. Это большой его плюс. При открытии кейса видим здесь у нас приемник и два передатчика. Они примагничиваются. То есть они отсюда выпадать не будут. Это очень удобно, если вы в дороге, на автомобиле, например, где-то на трясущейся дороге, где-то в путешествиях будете эксплуатировать такой набор. То будет удобно, что он не будет отсюда выпадать. Все будет жестко, надежно закреплено в кейсе. Примагничивается классно. Микрофоны у нас имеют на передней грани логотип FIFINE, а сзади надпись FIFINE. Здесь используется у нас прищепка. Прищепка размера такого, что это скорее всего размер горячего башмака. Давайте я проверю. Да, это размер горячего башмака. И сейчас смартфон у меня установлен в специальную клетку. Такая клетка, на которой много вот таких вот креплений. И туда идеально становится данный микрофон. То есть его можно установить на стандартных клетках и так далее. Есть у нас коннекторы для зарядки и тут же USB Type-C для зарядки. То есть если что-то у нас произошло с кейсом, разрядился, сломался, еще что-то, мы всегда можем эти петлички зарядить через USB Type-C порт от зарядки. Кнопка включения-выключения принудительного, хотя, насколько я знал, они должны автоматически запускаться. Сейчас мы это все проверим. Здесь находится сам микрофон, имеет сеточку металлическую для защиты. Индикация двухсветодиодная, двухцветная. Это, наверное, для спаривания. Это для шумоподавления. И есть еще дополнительная индикация. Внизу тоже есть контакты для зарядки и тоже есть возможность заряжать его отдельно USB Type-C кабелем. Здесь уже у нас логотип FIFINE, вот такой с надписью, а здесь была улыбочка. Вот такое вот комплектно выглядит, интересно. Сзади тоже логотип FIFINE. Сбоку у нас включение-выключение, возможность выбора громкости разных каналов A и B, чувствительности микрофонов, можно так назвать это, соединение микрофонов, режим моно и стерео, судя по всему, и выход. То есть, что мы куда пустим. Отсюда мы можем пускать выход, как вы могли заметить, с помощью кабелей куда угодно. Если мы будем использовать вот этот кабель, то можно пустить в смартфон, потому что здесь у нас будет 4 пина. Которые отвечают за выход наушников и микрофон. Это у нас для камеры, когда у нас 3 пиновый джек. А это у нас для любых USB Type-C устройств, будь то ноутбук, смартфон, планшет, ну и даже компьютер. К компьютеру тоже можно подсоединить, если у вас есть Type-C вход на компьютере. Кейс отдельно нигде не включается, то есть он как бы всегда готов к работе, можно так сказать. Еще мне нравится, что у кейса здесь есть такие уплотнительные вставки, для того, чтобы при вибрации, допустим, когда вы вставили микрофон, внутри у нас ничего не болталось, не шумело. Итак, давайте попробуем разобраться с инструкцией. Значит, видим, что здесь у нас первое, это сам микрофон наверху находится. Второе, это кнопка включения-выключения. Нажимаем и удерживаем 3 секунды для того, чтобы включить, либо выключить. При этом эта же кнопка отвечает за то, чтобы мы могли выключить звук на петличке. Наверное, петлички пришли разряженными, поэтому они, наверное, и из кейса тоже при доставании не запустились. Ну что ж, для вас не прошло никакого времени, а это уже следующий день. Я подразобрался с этой петличкой. Оказывается, она была просто наглухо полностью севшей. Итак, после того, как я зарядил полностью и микрофоны, и приемник, кстати, заряжаются они, согласно инструкции, ровно полтора часа, я открываю гаджет, достаю, автоматически идет включение, и ждет ожидание подключения любого из микрофонов, либо сразу двух. Как только мы их достаем и они включаются, автоматически они уже включены, они сразу соединяются, и об этом есть соответствующая сигнализация. Соединение быстрое и автоматическое. Минусом является то, что кейс у нас кряхтит. Сейчас, наверное, вы не услышите, но вчера кейс, он, наверное, уже разработался, пластик здесь. Здесь был такой скрип, очень жуткий, сильный скрип, но вот сейчас его нет. Также крышка верхняя чуть-чуть люфтит. Не знаю, будет ли вам видно. Буквально чуть-чуть. Создается такое неприятное впечатление, как будто у тебя в руках гаджет, ну такой, более дешевый. Особенно это ощущается, когда берешь вот таким вот образом, и вот эти стыки все нащупываешь. А стыки здесь, как вы можете заметить, видны довольно хорошо, и нащупываются тоже довольно хорошо. Только ты здесь выровнял, здесь уже крышка у нас торчит. Только здесь выровнял, здесь крышка торчит. То есть крышка, она у нас какая-то вот криво слитая. Это мелочи, но все же неприятно. В основном я буду эксплуатировать, конечно же, вот этот кабель. То есть мы подключаем приемник туда, куда хотим. Следовательно, этом подключаем сюда. А этом подключаем в смартфон, в планшет, в ноутбук, везде, где есть USB Type-C порт. Сразу скажу, проверил на четырех смартфонах и на двух планшетах. Работает прекрасно. Качество записи звука зависит напрямую от того устройства, в которое вы подключаете данную петличку. Ну что ж, подключаю сюда, и вы, я думаю, заметите разницу сразу. Итак, микрофоны подключены. Уровень громкости на смартфоне, естественно, автоматически подстраивается. Поэтому выставлять их каким-то излишне высоким, эти уровни, на микрофонах я не вижу смысла. Здесь на приемнике он нам показывает, какой уровень сейчас сигнала. Мы их можем отрегулировать с помощью вот этих клавиш. На каждый отдельный микрофон регулируем свой уровень громкости. Минусом является то, что если я включу шумоподавление, то оно автоматически включается сразу на два микрофона. Также есть режим моностерео. В режиме моно у нас эта светодиодная подсветочка не загорается. Когда мы включаем режим стерео, точнее, да, когда включаем режим стерео, то эта подсветочка у нас загорается. Сейчас она горит, как вы можете заметить. Отключаем этот режим. Должна быть запись в режиме моно. Естественно, моностерео будет очень хорошо ощущаться, если мы записываем в какую-нибудь цифровую камеру, в какой-нибудь рекордер, там, видеокамеру и так далее. Когда мы пишем в смартфон, я не знаю, объединит ли он эти два канала сразу или же запишет реальное стерео. То есть сейчас должно быть моно и переключение на стерео. Вот загорелось. Вы должны меня слышать в одном канале, а теперь лучше слышать в другом канале. Я не знаю, насколько это правда. Самое главное, вы оцените, насколько хорош звук, насколько он лучше по сравнению с тем, что был. Ну и, конечно, здесь помещение совершенно неподготовленное, много эхо. Поэтому, естественно, вы будете это эхо все-таки немножко слышать. Сейчас петлички находятся на расстоянии примерно 5 сантиметров от рта. И, конечно, звук максимально чистый и качественный, какой он может быть. А сейчас микрофоны находятся на расстоянии примерно 10-15 сантиметров от рта. И вы можете оценить, насколько высокое качество звучания, либо не очень. Отодвигаю их еще сантиметров где-то до 25. Сейчас вы их уже не видите. 25 сантиметров. Вот как они записывают на таком расстоянии. Как мне кажется, они очень чувствительны и очень хорошо ловят сигнал. Давайте мы добавим на них чувствительности. Для этого я на каждую из петличек добавлю по одному делению. По одному делению для усиления. И вот оцените, говорю с той же громкостью, оцените, насколько звук улучшился. Либо остался таким же. Понятно, что это смартфон. Здесь автоматическая регулировка уровня записи. Поэтому, возможно, вы разницы сильно и не ощутите. Добавим еще по одному делению на каждый из микрофонов. И заодно вы оцените, насколько это происходит бесшумно. Переключение между режимами моно и стерео происходит с щелчком, который слышен в момент, когда вы переключаетесь. Это будет на записи. Если в момент трансляции, то это будет слышно в трансляции. А сейчас я включу шумоподавление и вы сами услышите, как оно работает. И, конечно же, насколько оно искажает голос. Как я говорил, шумоподавление, оно, конечно же, меняет голос. Это понятное дело. Лучше всего оно работает, когда шум действительно присутствует. Сейчас шума, в принципе, нет. А когда есть посторонний шум, то эта опция работает гораздо корректнее. Ну, я, конечно, сказал о том, что нельзя включить шумоподавление только на одном микрофоне. Вы включаете на одном, автоматически оно включается и на другом. С одной стороны плюс, с другой стороны минус. Может быть, один из собеседников находится в тихом помещении, а другой где-то на улице. И вам не нужно, чтобы звук того, кто в помещении, говорит за кадром что-то, чтобы он был хуже или искажался. А тот звук вам нужно просто спасти, потому что он на улице. Ну, в любом случае, петличка недорогая, радиосистема недорогая, поэтому здесь будут такие нюансы. Здесь нет записи внутрь самих петличек, то есть здесь внутри нет никакой памяти. В принципе, в петличке много опций. Я их еще протестирую с разными устройствами обязательно, с Apple техникой. И выскажу свое мнение в подробном полноценном обзоре. Я покажу вам, на какой дистанции эти петлички будут работать, как они будут работать с разными помехами. И, может быть, даже не покажу, продемонстрирую это все, потому что это будут тесты и не всегда это удобно снимать. Но, по крайней мере, я расскажу о своем опыте и своим опытом поделюсь. Спасибо всем за внимание. Кому интересно, где их можно купить, ссылка будет в описании. Эти петлички я заказывал в официальном магазине Fifine. Мне они нравятся и по дизайну, и по тому, как они сделаны. Очень прочная прищепка. Прищепка сразу идет с переходом на горячий башмак. То есть это универсальные микрофоны. И, конечно же, богатейшая комплектация. Кстати, я все это время говорил и был включен режим шумоподавления. А вот теперь я его выключил. И оцените, насколько качество звука стало лучше. Всем хорошего настроения. Пишите комментарии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok